Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня третью главу, с первого стиха. Библейский портал экземен. Житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином. Такие наставления дает премудрый Соломон в книге Священного Писания Ветхого Завета. Начинает с того, что необходимо не только приобретать знания, но также их и сберегать. А тот, кто сберегает знания и мудрость, того сберегает Господь. Но тут же премудрый Соломон и предупреждает, чтобы человек не полагался на свой горделивый разум, не просвещенный светом Евангелия Христова. Не просвещенный Святым Духом. Поэтому при каждом научении и при каждом делании мы спрашиваем благодать Святого Духа. Особенно вот когда начинаются, например, занятия в семинариях, или в воскресных школах, или в миссионерских школах. Всегда читается молитва перед учением Царю Небесной утешит для души истины. Ижеведесы и вся исполняет сокровища блогих и жизнеподателю, при ей вселись вны и очистины от всяких скверны. И спаси блажа душа наша. Это молитва Духу Святому. Мы просим, чтобы он просветил разум наш светом разума Евангелия своего. Как мы читаем это с вами в утренней молитве. Просвети, Господи, ум наш светом разума, святаго Евангелия твоего. Поэтому здесь Премудрый Соломон так и говорит. Не будь мудрецом в глазах твоих и не полагайся в пятом стихе на разум твой. То есть без просвещения Духом Божьим. Не будь мудрецом в глазах твоих. Твоих Кирилл Александрийский пишет по этому поводу следующая цитата. Невежество, то есть незнание Священного Писания, называется невежеством. Невежество всегда, так сказать, сопровождается дерзостью. И заставляет людей придавать великую важность своим жалким иллюзиям. Так что пораженные этим недугом мыслят о себе высоко и воображают, что обладает неким знанием, на которое не дерзнет прендендовать никто более. То есть некое такое автономное знание. Человек, который обольщен таким самомнением, он думает, что только знания, которые есть у него, они самые высокие, принадлежат ему. И он автор всякого разумения и всякого мышления. Забывая о том, что и самого его сотворил Бог и дал ему и просто способность даже воспринимать те или иные знания. Далее продолжает святой Кирилл, святитель Кирилл Александрийский. Так, ибо, кажется, забыли они слова Соломона, который сказал, не будь мудрецом в глазах твоих. То есть, основываясь на своих и только на своих суждениях. И еще, мудрость, не подвергаемая сомнению, совращает с истинного пути. То есть, что это значит? Мудрость, не подвергаемая сомнению, совращает с истинного пути. То есть, своя мудрость, человеческая. Когда человек уже думает, что он, вот сегодня, кстати, это очень модное слово, самодостаточный. Ничего не надо. Человеку так и убеждают, когда ему хотят кто-то подыграть как-то или польстить. Особенно это происходит с начальствующими, от которых зависит тот или иной человек. Говорят, ну что вы так переживаете? Вы такой самодостаточный человек. Очень опасное такое состояние, которое, если оно действительно есть у этого человека, а есть те льстицы, которые так говорят и убеждают человека в его некой автономности, они еще более опасны для самого этого человека. Мудрость, говорит мне Кирилл Александрийский, так дальше пишет святой, мудрость, не подвергаемая сомнению, совращает с истинного пути. И продолжает, ибо мы не всегда обладаем истиной в каждом мнении, которого мы придерживаемся, но часто, оставив правый путь, блуждаем и впадаем в недолжное. Но я думаю, что, пользуясь честным и непредвзятым суждением, и не впадая во гнев под влияние страсти, мы должны любить правду и ревностно искать ее. Думаю, что это цитаты Кирилла Александрийского относятся не только к людям века сего. Можно и посмотреть и на наше сегодня церковное образование и богословие. Иногда сегодня телоагумены, так называемые частные богословские мнения, ставятся выше консенсум патрум, то есть согласия отцов. Я всегда себе задаюсь таким вопросом. Откуда это? Откуда такое? Откуда дует ветер? И нахожу ответ. Никак иначе, как из нигилизма. Именно в нигилизме, это философия Ницше, там провозглашается индивидуум «я и только я выше всего». Но не он же, не нигилизм, начало всего. Иду дальше и смотрю, вот тебе, пожалуйста, с вами Вивикананда. Это такой популяризатор неоиндуизма, одной из философских школ Адвант Веданте, который познакомил мир западный и мир Америки, и западный мир с неоиндуизмом, выдавая его за некую мудрость. Он говорил, с вами Вивикананда, что человек — это Бог. Он по сущности Бог. Так и заявлял. Поэтому, а раз это так, значит, мое автономное мнение, мой Талаагумен — это... Извольте и подвиньтесь тут своим соборным разумом. Очень опасная тенденция, от которой предупреждает. Премудрый Соломон сегодня так и говорит. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. То есть быть мудрым в своих глазах, возводить Талаагумен в ранг церковного учения — это состояние, от которого призывает премудрый Соломон удалиться. И классифицирует ее как зло. Говорит, удаляйся от зла. И мы с вами прочитали далее до 10 стиха. Соломон велит нам чтить Господа не только... Он здесь говорит, чти Господа от имения твоего и от начатков, всех прибытков твоих. И наполнится житницей твоей до избытка. Вот что это означает. Интересно, есть истолкование у того же преподобного Иоанна Кассиана. Он пишет, что научает нас не только от избытков давать материальных Господу, но и дело благовестия считается как дело милосердия. Это, наверное, утешительные слова для всех людей, которые подвижаются в деле образования, просвещения, миссионерства и благовести. Вот что пишет. Цитата. «Верно, совершая это благовестное приношение, знайте, что вы исполнили правду древнего закона, под которым состоявшие тогда и приступавшие его неизбежно становились виновными, да исполнявшие его не могли достигнуть верха совершенства». Конец цитаты. Что говорит преподобный Иоанн Кассиан? «Верно, совершая это благовестное приношение, знайте, что вы исполнили правду древнего закона». То есть заповедь Христову, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я заповедовал вам, хочу напомнить, эту заповедь никто не отменял». Это слова Христа. Не сказал Христос, сидите и молчите. Но это главное то, что поручил Христос в своей церкви. Он и сам пришел в этот мир, и сам стал словом, чтобы благоествовать этот мир и отвратить людей от спасения не только заповедью, но и своей жизнью. «Взойдя на крест и умертвив там смерть на нем, и вознеся человеческое естество, высвятая святых, высвятая святых в союз Святой Троицы. Ибо мы так и исповедуем, и вошедший на небеса, и сидящий одесную Бога Отца». И мы читаем с вами далее. «Наказание Господне», 11 стих. «Сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». «Влажен человек, который снискал мудрости, человек, который приобрел разум». «Ибо кого любит Господь, того наказывает». Интересные слова. Мы привыкли с вами, что наказываются те, кто согрешает, и Господь наказывает грешников. Такое, по крайней мере, есть, скажем, такое частное мнение у некоторых людей, которые не последовали словам апостола Павла, которые звучат так. «Вникая в себя и в учения, этим себя спасешь и слушающих тебя». Оказывается, в жизни людей бывает так, что наказание, да не бывает, а только оно и есть, что наказание, оно полезно для человека. Для того, чтобы дать человеку состояние обретения истинного смирения. «А как сказано, без терпения нет смирения, а без смирения нет спасения». Истинное смирение бывает ложное. Как ты говорил об этом, повторю, у преподобного Иоанна Лесевичника есть такие слова о ложном и истинном смирении. Для того, чтобы понять, что наказание посылается Богом, необходимо ум свой привести в порядок. Дать возможность своему разуму, дать возможность свой разум и свою душу просветить Богу благодатью, сюда в дух. У Иоанна Лесенчика есть такие слова. Он пишет, как отличить ложное смирение, которое дает понимание восприятию Божественного Откровения, от истинного. Вот он говорит. Истинное смирение, всякий укор, даже незаслуженный, воспринимает как лекарство, и всякий упрек. Бог воспринимает как лекарство от гордости и радуется. Как больному, говорит, дает лекарство, и у него должно наступать облегчение. Оно горькое, но потом дает человеку облегчение. Это первый признак. Второй признак, когда ни на кого и ни на что не гневается истинного смирения. Третий признак, когда ни одно доброе дело не приписывает себе, а за все благодарит и хвалит Бог. Пожалуйста, можно себя проверить. Очень хороший индикатор для проверки. Поэтому здесь так и говорит, что наказание принимай. Наказание Господне, Сын мой, не отвергай и не тяготись, ибо кого любит Господь, того наказывает. Действительно. Как отцы церкви советуют, если хочешь понять премудрость Божию, переведи на межчеловеческие отношения, потому что человек это образ и подобие Бога. Если мать, например, наказывает своего ребенка, заставляет его учить уроки, ему этого не хочется. Ему хочется побегать, поскакать, вот она зима, вот сейчас весна наступила. Но мать знает, что это необходимо для того, чтобы он мог вырасти порядочным, образованным человеком. Не хочется там ребенка идти в церковь, может быть, но мать знает, что там спасение. Не понимает он еще, что такое причастие, но мать знает и ведет его. Не понимает ребенок, почему нельзя по лужам бегать. У нас была такая привычка, не знаю, как кого, но у нас в детстве была, вот лужи мерить. Залой заходят в сапогах, ведь скажет бабушка, помню, или мама, ни в коем случае. Нет, все равно. Мерим лужи, то есть зальет, не зальет, пройду, не пройду, бах, залил. И вот уже на кровати, вот уже с градусником под мышкой, да, и даже врач вот уже пришел и делает укол. Бог наказывает не для того, чтобы отомстить или как-то себя удовлетворить, а для того, чтобы нас исправить. Поэтому здесь премудрый Соломон и говорит, наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись облечением его. Так, говорит. Вот что по этому поводу есть у отцов церкви. Ну, например, мне очень понравилась цитата, и я для вас ее сегодня для нашего встречи приготовил. Это преподобного Исаака Сирина. Он пишет так. Она пространная, но, на мой взгляд, очень емкая и выражает многое. Цитата. «Если веруешь, что Бог промышляет о тебе, к чему тебе беспокоиться и заботиться о временном и приобретенном для плоти твоей? А если не веруешь, что Бог промышляет, и потому, несмотря на Него, сам заботишься о потребном для тебя, то ты самый жалкий из всех людей». Слышите? «Не веришь, что Бог думает и заботится о тебе и промышляет, но сам, не надеясь на Бога, начинаешь промышлять и все себе добывать, то ты несчастнее всех людей». Так и скажет апостол. Так и скажет. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». И далее продолжает. «Для чего живешь или будешь жить? Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54, 23 стих. «Не убоишься внезапного страха». Притча 3, 25. «Кто однажды навсегда посвятил себя Богу, тот проводит жизнь в упокоении ума. Без нестяжательности душа не может освободиться от мятежа помыслов и, не приведя в безмолвие чувств, не ощутит мира в мысли. Не впадая в искушение, никто не приобретет духовной мудрости». «Не впадая в искушение, никто не приобретет духовной мудрости». Помните соборное послание апостола Иакова. «Радуйтесь, — говорит, — когда впадаете в различные искушения, потому что через искушение Господь соделает вас в терпении. Через терпение дает смирение, совершенную любовь, чтобы вы были без всякого недостатка. Никто, — говорит, — не приобретает мудрости, не впадая в искушение». Далее продолжает. «Без прилежного чтения не узнается тонкость помыслов. Без тишины помыслов ум не подвергнется в сокровенные тайны. Не подвигнется в сокровенные тайны. Без упования, по вере, душа не может отважиться смело на искушение. Не испытав явственного покровительства Божие, сердце не в состоянии надеяться на Бога. Если душа не вкусит сведениям страданий Христа, то не будет иметь общения со Христом». Человеком Божиим почитай того, кто по-великому сердолюбию умертвил себя для необходимых потребностей. Ибо кто милует нищего, тот попечением о себе имеет Бога. И кто ради Бога обнищает, тот обретет неоскудевающее сокровище. Конец стат. Так и пишет. Он дает истолкование Исаак Сирин на окончание главы. «Потому что приобретение 14 стих лучше приобретение серебра, приобретение мудрости, и прибыли от нее больше, нежели золота, на дорожь драгоценных камней. Господь премудростью основал землю и небеса, премудростью развернул бездны и облака». И вот 29 стих, что дает истолкование Исаак Сирин. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость перед Господом развратной, а с праведным у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунником он посмеется, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупцы бесславие». Так пишет. Я бы хотел всем немного вернуться чуть на середину притчи, где говорится о премудрости Божией. По одной лишь той причине, что, в общем, притчу славу, можно читать, как я говорю, без остолкования, только лишь, конечно, необходимо обращаться к отцам, только лишь с той целью, чтобы лучше уразуметь для нашего разума, в общем-то, трудно сказать, что во всей полноте, кто может это сказать, просвещенный духом и благодатью Христовой. Для этого мы обращаемся к отцам церкви, чтобы лучше разуметь то или иное высказывание в ее полноте. И вот, что интересно, что здесь сказано в 19 стихе, «Господь премудростью основал землю свою, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны и облака, кропят росою, сын мой, не упускай из них глаз твои, храни здравомыслие, рассудительность» по поводу, что Господь премудростью основал землю свою. Была такая тенденция и в древнее время, и уже более современное, когда говорили о том, и чуть ли не начинали учить о мудрости, как о Софии, премудрости Божьей, как о некой четвертой ипостазе Святой Троицу. Владимир Сергеевич Соловьев, сын Сергея Соловьева, историка, известный философ Владимир Соловьев, живший два века назад, он именно говорил тоже о том в своих философских произведениях, но это были его не богословские, надо понимать, а философские произведения, но тем не менее они вторгались вот в эту область богословия и начинали, скажем так, в не очень хорошем смысле этого слова, воскрешать или возрождать ту древнюю ересь, которая была еще в начале первых веков христианства, из которой сталкивался святитель Афанасий Великий и другие отцы церкви. Вот в частности святитель Афанасий Великий говорил о том, что всякое такое измышление, оно является ничем иным, как заблуждением и ересью. Он говорил, что премудростью Господней здесь называется вторая ипостась Святой Троицы сам Господь Иисус Христос. И в деле творения принимала участие вся Святая Троица и никакой этой четвертой ипостаси, о которой бредили еретики древние и современные, в общем-то здесь нет. Вот что пишет. Цитата. Говорит Соломон, Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Эта премудрость есть Слово с большой буквы. И так говорит Иоанн, все через него начало быть, что начало быть. И это Слово есть Христос. Конец цитаты. То есть никаких, в общем-то, здесь тайн, о которой премудрости бредили люди, впадающие в заблуждение, нет. Поэтому начало премудрости страх Господень. Все догматы церкви, которые содержатся сегодня в церкви, в церкви премудростью Духа Святаго, они были даны человеку первым апостолам и всему человечеству впоследствии в день Пятидесятницы. На церковных вселенских соборах истина лишь утверждалась и отметались все подобные еретические измышления. Поэтому голос собора это голос Святого Духа. Деяния апостолов 15 глава 28 стих часто напоминают события Первый Вселенский собор, который положил начало всем Вселенским соборам, дальнейшим, поместным в том числе. Так сказано «Изволися нам и Духу Святому» определение дается на этом соборе «Изволися нам и Духу Святому» а там речь пошла о том, как принимать язычников в церковь, надо ли на них налагать евдейские обряды, то собор постановил следующее «Изволися нам и Духу Святому не налагать ни на какого бремени на вас», и там говорится некое определение. Но сама формула звучит так, что голос собора это голос Святого Духа. Не просто нам, не просто Духа Святого, но здесь вот это соработничество, синергия Бога и Человека изволися нам и Духу Святому. Поэтому все определения в понимании того или вопроса в Священном Писании они будут истинными и разумными только тогда и правильными и благодатными и полезными для человека в деле его спасения, когда они утверждены пониманием того или иного вопроса соборным разумом Церкви. Продолжение следует...